Среди пёстрых птичьих толп отыскался мизантроп. Он не терпит птиц других и скрывается от них. В жизни индивидуалист, ярок, мал и серебрист. Не выносит стаю, жить привык он с тайной. А относится к отряду птиц ракшообразных. Выбор замечательный и разнообразный. Нам известны кукобары, щурки, альционы и сизоворонки, яркие пижоны. Это знатный самородок, норник или зимородок. Почему он назван так в общих поясню чертах? Версия одна. Ошибка. Не рождаются зимой. Надо букву И на Е переправить нам с тобой. Зимородок, землеродок. Вот как нужно называть. Ведь живёт пернатый в норах, что в земле привык копать. Номер два. Возьмите в руку птицу. Холодом обдаст. Птицы тёплые обычно. Зимний род, как лёд у нас. В королевстве зимородок возглавляет рыбаков. По-английски он кингфиша. Королём быть рад, готов. Все привычки, все причуды и черты характера, даже поступ валкая связаны с рыбалкой. Да, ходите мне с руки, ведь быстрее подлететь. Все на свете рыбаки любят в тишине сидеть. Долго с удочкой вдвоём обживают водоём. Вдруг движение в воде. Извини, друг, то ко мне. Эй, куда моя же рыба? Извини, но я быстрей. В этом я непревзойдённый, первоклассный лицедей. Зимородок над водой наблюдает за едой. Он упорен, терпелив, точен и несуетлив. Вот увидел рыбкам пашку. Крылья держит нараспашку. Падает он прямиком острым клювом в водоём. Рыбку на лету схватил и на ветку опустил. Взял за хвост и сильно стукнул. Про себя чуть слышно буркнул. Головой вперёд толкнул. Проглотил. Передохнул. Снова на присаду сел. Водоём свой оглядел. Чужака не потерплю. Из участка удалю. Если птица чуть подольше в водоёме просидит, её пёрышки намокнут. Из добычи не взлетит. Молодняк так часто гибнет, пока мудрость не постигнет. Рыбку хвать и улетать. В речку перья не макать. Зимородок очень строг к окружающей среде. Райдер птицы королевской. Одинаковый везде. Водоём с водой проточный. Чистый, средней глубины. Чтоб обрыв там был песочный. Норы птицам в нём нужны. Возле водоёма берег весь поросший вняком. Чтобы низко над водой мог следить он за едой. А питается пернатой всем, что плавает в реке. Рыба, водные моллюски, змейки, лягушата. Чем природа наша всё ещё богата. Оперение зимородка. Сложно по строению. Тусклое, совсем без солнца. Луч цвета рождения. Яркий голубой наряд и оттенков целый ряд. Здесь отлив зеленоватый. Там металл чуть красноватый. Грудка, брюшко, апельсин. Длинный клюв прямой. В рыбной ловле помогает справиться с едой. Впрочем, зимородок странен. Как-то непропорционален. Слишком голова большая, тело мелкое венчает. Клюв солидный, гранёный. Сзади хвостик немудрёный. Крылья ножки краткие. Не складёхи рыбаки. Ростом с воробья, синицу. Очень редко видишь птицу. Интроверт, единоличник. Правда, в семьях он отличник. Самка чуть самца поменьше. И под клювья порыжей. Больше нет различий явных у самца с женой своей. Зимородки моногамы. Хоть живут по одному. Их свидание нечастое. Всего лишь раз в году. Место встречи – то гнездо, что построено давно. Если пара молодая, новое гнездо копает. Самку наш самец сразил тем, что рыбку подарил. И пошли они вдвоём поработать над гнездом. Гнёзда строятся неделю. Клюв и ноги, как лопаты. Да и куцый хвост при деле. Землю отгребёт куда-то. Норка будет метр в длину. А, быть может, полтора. На конце есть комнатушка, чтоб вместилась детвора. До неё тоннель прямой проникал, чтоб свет дневной. Самка кладку подготовит. Три недели там проводит. Помогает ей самец. Появился уж птенец. Самка тут же убегает. Время, время поджимает. Строит новое гнездо. Ну и кладку заодно. Никакой накладки. За сезон три кладки. Появление птенцов – время мужества отцов. Птенчики прожорливы, а самцы заботливы. Забывают очень быстро, что по жизни одиночки. И туда-сюда мелькают, как растрёпанные квочки. Да к тому же наш папаша кормит и супругу. На гнездо другое села, шустая подруга. И пока отец решает всей семьи вопросы, во втором гнезде детишки уже кушать просят. Понимаю я теперь, почему он мизантроп, почему он интроверт и устал от птичьих толп. Быстро птенчики растут, через месяц убегут. Любопытно, на зимовку все летят отдельно, а весной соединятся в паре уж проверенной. Жаль, у птицы слабость есть. Весь отряд страдает. Дома никогда те птицы грязь не убирают. Зимородок есть везде, кроме Антарктиды. И в России мы встречаем пять пернатых видов. Зимородка в основном мы обычными зовём. И по всей России встретим птиц красивых. На Курильских островах есть большой пеги. Малый водится на Волге, делает набеги. Две занятных альционы встретим мы в Приморье. Залетают иногда в наши регионы. Зимородок сложен, красочен, надёжен. Про него на свете множество легенд. В мифах древних греков птицу превратилась в любящая пара. Алкеона, кейк. А окрасу птицы связывают с ноем. Поискать огня к овчегу тут отправил птиц. Крыльям синеву свою подарила небо. Огонь окрасил рыжим опалённый низ. Зимородка имя носит звёзды в небе. Райская птица Деви имя Алконост. У китайцев зимородок символ благородства, красоты, изящества и печальных грёз. Издавна в Китае ремесло водилось. Украшение покрывать пёрышками птиц. Называлось ремесло тяньцуй по-китайски. Зимородками покрыты мелочи девиц. Эта техника в стране под запретом ныне. Но погубленных пернатых миллионы были. Смелый, шумный, верный и высокомерный. Буратино-эль-Пьеро. Он всё вместе, он одно. Три стихи он обжил. Вместе их соединил. Воздух и земля, вода. В жизни птицы навсегда. Потому он символ мира и надежды для людей. Возрождение и счастье. Он не ночь. Он светлый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok